Пока все идет к тому, что, только вдумайтесь, это будет победа с Кия, если будет, да? В контровой партии, это же просто не укладывается в сознание никоим образом. Конечно. Причем сейчас еще атакует в середину, и получается у него автовыход на левый дальний угол. Вот, как минимум два шара еще здесь есть. Если подведет, да, должным образом, если выйдет правильно, если попадет в размер. Много если, но хочется верить почему-то, что они реализуются. Очень хорошая позиция. Сыграя в середину прицельной. Есть игра на угол, с угла можно еще перевести на свои ка под нижнюю левую лузу. То есть здесь хорошие шансы у ребят на победу. Да, но вот не торопится и правильно делает, абсолютно правильно делает Ильдар. Максимально сконцентрирован на сильном ударе. Смотрим выход на угол. Ну, это уже просто человек вколотил туда прицельного шара без всякого выхода. Мы тут с вами про технико-тактические изыски, да, про то, как выйти и серию сделать из трех. А тут вот так вот. И смотрите опять, как Кий из стороны в сторону. Блестящий повтор. 5-0. Три шара остается Вахитову и Фомкину до победы. Что мы видим? Еще один прицельный будет атаковать. Сейчас раскроется позиция. Да, стоит очень даже хорошо. Но опять же, вот в данной ситуации мы можем говорить, что повезло, что есть вот такой шар. Потому что сильный, предыдущий сильный удар Вахитова был далеко не идеальным с точки зрения продолжения позиции. Ну, здесь, как говорится, ну не уверен был. Хотя такая позиция несложно раскладывать можно. А здесь получается они как бы по одному шарику такие отрывают на стопроцентное забитие. Я к тому, что да, что риск все-таки дело благородное. Вот он рискнул и не прогадал. И пока... Ну, либо... Пока очень близки, да, парни к тому, чтобы... Либо они приняли позицию, что здесь не надо играть с выходами, потому что там свояк стоит, ну, в среднюю такой неоднозначный. Долго-долго сейчас готовится, высматривает. Соблазняется и средней лузой, и угловой. Не может, по-моему, определиться, куда ему атаковать. А это, если я не ошибаюсь, брат Владислава Асминина, Андрей Асминин. Очень уж похож. Осторожный сваяк! Браво! Браво! Ильдар Вахитов. В очередной раз присоединяемся мы к болельщикам на трибунах бизнес-центра «Аметист». И 7-0. Ну что, Владимир, пан или пропал? Момент истины для молодой команды. Ну, здесь уже, да, надо собираться. Вот этот, конечно, сваяк, долго они на него смотрели, а он самый очевидный стоял здесь. Проще здесь ничего и не было. Ну, а сейчас нам покажут. А почему так? Конечно, вот в середину надо играть. Причем без разбоя пирамиды, чтобы, если не забил, ничего и не отдать соперникам. Нет. Почему? Почему такое выбирает продолжение сейчас? Очень странно. Очень странно. Нет, он, видите, он примеривает. Просто каждый его подход к столу сразу у нас вызывает какой-то, да нет, да что ты, да вернись. Мы сейчас с господином Меркуловым выступаем в роли таких экспертов, которые, да вот сюда встать, вот так ударить. Но спортсмену видни со всех точек зрения. Ну, единственное, может быть, он еще боится, что при том, что он не забьет, биток наиграет на угловую лузу и получится как бы автовыход. Но при этом можно через прокат играть. А помните, Владимир, в начале репортажа мы говорили о стержне, да, вот о том, как в той или иной ситуации спортсмен принимает решение, основываясь ли на советах своего партнера по команде или идя порой на какие-то вот такие вот спорные. Но, все-таки, правильное решение был правильным. Великолепная игра молодых спортсменов. Они вписывают свои имена в историю этого турнира и становятся победителями командного чемпионата мира. Партия Ския, 8-0. Контровая партия. Замечательный во всех смыслах бильярд мы с вами посмотрели, уважаемые друзья. Я думаю, что не вызывает ни укол сомнений класс и более именитых соперников, спортсменов, таких как Асминин и Левада, и статус, теперь уже новый статус молодых бильярдистов, да, которые действительно заявили о себе во весь голос. Пожелаем молодым бильярдистам, которые себя зарекомендовали уже здесь сейчас дальнейшим успехов, ну, а опытным, соответственно, достигать новых высот, новых титулов и новых побед. Да, ребятам желаем стабильности, чтобы не последний раз они выигрывали какой-нибудь чемпионат. Дай бог, действительно, на этом не остановятся. Ну и на этом наша трансляция потихоньку подходит к концу. Благодарим коллег за помощь в работе. Ну, а комментировали для вас Юрий Царицын и Владимир Меркулов. Всего доброго, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Кубками, с золотыми медалями и дипломами победителей. Итак, Владислав Асминин и Никита Левада становятся серебряными призерами. На третью ступень пьедестала, как мы помним, поднимаются представители Казахстана Чимбаев и Муцеев и Абрамов и Зайцев. Ну и крупным планом на ваших экранах еще раз Ильдар Вахитов и Игорь Фомкин. Не устаем поздравлять. Абсолютно заслуженная победа. Браво, ребята. Ну и новых побед и успехов в дальнейшем. На этом наша трансляция подходит к концу. Благодарим коллег за помощь в работе. Комментировали для вас Юрий Царицын и Владимир Меркулов. Всего доброго, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Субтитры подогнал «Симон»!